Ну что, друзья, всем привет! Мы с вами находимся в Джакарте, и я хочу сказать, что это будет самый несвязный влог, но я надеюсь, что вы меня поймете, простите и будете смотреть, потому что влог будет очень интересным и насыщенным. Вы узнаете, как мы слетали в Турцию, какую локацию для свадьбы выбрали, как прошел выпускной на моем практикуме. Это был первый выпускной, который я вообще когда-либо делала. Ну и третье, мы сейчас находимся в Джакарте, сюда мы прилетели, чтобы получать американские визы, и именно в этом влоге вы узнаете, получим мы эти визы или нет. Поэтому приятного просмотра и погнали! Друзья, ну что, всем привет! Мы сейчас находимся в Турции, в Бодруме, и мы приехали смотреть локации для нашей свадьбы. Сейчас мы на первой, поэтому давайте заходить. Нас уже встретили, и сейчас будут показывать территорию и в целом площадку, которую мы выбрали изначально. Это наш организатор, это наш гид по отелю, а это мой муж. Вот так вот выглядит рецепшн. Единственное, что меня смущает, что вот там вот сверху идет какая-то стройка. Вот эти вот здания все, они пустые, без окон, без дверей, но с этой стороны выглядит все круто. Мы решили начать с просмотра пляжа, а потом пойдем по номерам. Ну, кстати, на удивление, Стасу даже нравится, потому что он был настроен только на один вариант, и сейчас сходит и говорит, что достаточно красиво. Без спорта. Так, я так понимаю, это первая какая-то площадка, лужайка для ивентов. Эти лежаки они убирают, и здесь вроде бы, как она сейчас сказала, проводятся мероприятия. Но, честно, зона очень маленькая, потому что вот до сюда доезжаешь на баги, и как бы вот такая вот лужайка. Идем смотреть дальше. Вот эта вот территория номеров выглядит прикольно, мне нравится. Сейчас пойдем смотреть. Что скажешь? Эй! А так, я так понимаю, это первый номер. Ну, выглядит прям очень круто. Смотрите, какие крутые вешалки здесь. Все в таком минималистичном стиле. В таком стиле здесь душевая. Супервысокая. Этро. Выглядит круто. Ну, прям, знаете, вот такой вот минимализм-минимализм. Для суперстетов, мне кажется, вообще идеальная локация. Мы сейчас пойдем посмотрим другую комнату. Все здесь есть. Тапочки, принадлежности. Вторая комната по соседству с предыдущей. Я так понимаю, что она поменьше и выглядит потемнее. Плюс нам сказали, что сюда можно добавить еще одну или две кровати. Это немного странно, если тут будут молодожены. Но, как вы поняли, здесь плюс-минус все одинаковое. Нет, ну, та комната, конечно, получше. Просто потому, что она даже расположена немного по-другому. И места в ней было побольше. Хотя вид там такой же, как и в предыдущей комнате на море. Третья комната. Стандартная комната. И она еще меньше. Но она прям супер маленькая. Сейчас я снимаю на 0,5 и вот пытаюсь вам все показать. Ну, красиво так вот чисто вдвоем приехать отдохнуть. Вообще топ. А вот то, что там я показала, то, что достраивается. Сказали, будет готов в следующем году. Мы посмотрели четыре комнаты, четыре виллы. Они отличаются тем, что где-то Sea View, где-то Garden View. И размерами. Самая первая была самая большая. Сейчас мы едем на пляж, где проходят ивенты. И он называется Akan Beach. Ты готов? Блогеры пошли. Ну, конечно, потом детям будем показывать, как мы выбирали место для нашей свадьбы. И как ты жмурился. Мне кажется, наши дети, если им показывать весь контейнг, который ты снимал, они закончат смотреть где-то в 14. Да. Здесь основная зона, как нам объяснили. Здесь можно покушать, бар. И вот тут вот проходят ивенты. Можно накрывать столы. И непосредственно сам пляж. Территория побольше, чем первая. Но все равно не совсем то, что мы хотели. Она больше такая вот, ну, как сказать, пляжная история. Потому что, как вы видите, вот здесь вот есть песок. Здесь сразу газон. Я сразу говорила, что я не хочу песок. Потому что, ну, это немножечко так, как это мальдивская, как будто бы история. Но отель невероятно красивый. Как я сказала сейчас, для любителей минимализма, таких вот пинтерест эстетов, это прям вообще самое то. И так, калияльным решением мы поняли, что отель такой не совсем уютный. Мне может телегию прохладить. Поэтому мы сейчас едем на заветное место, которое Стас думает, что мы подтвердим. И это точно будет наша локация и площадка. Стас не думает, Стас знает. Но отпраздновать какой-то девичник, день рождения, просто приехать в классный отель, пофоткаться, круто провести время. И всего заселения здесь на 48 человек. Поэтому он будет достаточно спокойный, не шумный. Поэтому, как вариант, очень даже. Так, ну что, мы добрались на вторую локацию. Ну, вот так вот выглядит вход. Красиво, конечно, сразу напоминает какую-то Италию. Сейчас будем заходить и смотреть. Надеюсь, ожидания реально совпадут, и мы остановимся на ней. Вау! Что-то в этом есть. Что-то в этом есть. Это локация называется Вилла Кааря. Если я не ошибаюсь и правильно говорю название. И она в таком тосканском стиле. Относительно первой локации, это вообще, конечно, другой стиль. Очень похоже прямо на какой-то музей. Мне нравится. Стасом здесь перед свадьбой снимем какую-то съемку в воде. Вот так вот. Не представляю. Почему? А мне кажется, очень даже круто и секси. Ну, все, в целом-то, выбрали. Я же говорю, а ты мне не верила. Я тебе майку куплю тогда. Вот ты мне не любишь, когда ты говоришь, что я же говорила. А то я же говорил. Просто кое-кто оказался прав. Так, сейчас мы идем смотреть комнаты. Вроде бы, если я не ошибаюсь, здесь то ли 5, то ли 7 комнат во всей Вилле. Так, нам сказали, что на втором этаже 4 комнаты. Ох, как миленько. И одна комната внизу. То есть, 3 комнаты с king-size bed и 2 с двумя раздельными кроватями. Вау. Посмотрите, вот такой вот коридорчик. Здесь огромнейшая гардеробная. Тут даже, кстати, можно что-то снять будет. Вот такой вот большой коридор. А здесь, я так понимаю, душевая с ванной. Здесь душевая. Туалет. Вау. Вау. Я так понимаю, это самая крутая комната. И вот так вот это выглядит джакузи. Топ. Так, и последняя комната на этом этаже. Тоже комната с большой кроватью. Здесь есть верандочка. Вот такие вот лежаки. Здесь можно натянуть, чтобы солнце не светило. Лежать, отдыхать, кайфовать. Вид, горы. Вы себе не представляете, какой здесь воздух. Кстати, не показала вам этой комнатой. Здесь вот побольше душевая. Она такая открытая. Тоже две раковины. Зеркало и туалет. Это на второй день после свадьбы мы здесь будем кайфовать. А вот эта комнатка. Почему? Ну, я так понимаю, что там тоже ванная с туалетом. Здесь есть массажный стол. Очень круто. А еще знаете, что здесь есть? Да. Это то, что мы занимаемся со Стасом везде, где нам нечем заняться. Играем в бильярд. Бар вот такой. Еще кабинет. По ощущениям, я как будто бы действительно в какой-то Италии, потому что даже в Италии я такого не видела. Посмотрите, насколько здесь аутентичная кухня. Это же просто топ. Второй день и третья локация. Мы приехали на виллу, которая называется Аман Руя. Это вообще, я так поняла, как бутиковый отель, но у него именно не номера, а виллы. Поэтому приехали смотреть. На самом деле, очень дорогой вариант. Но так как он находится рядом с нашим отелем, то почему бы и нет. Ход, конечно, шикарный. Все это вот так вот выглядит. Сейчас будем с вами подниматься. Мы сейчас ждали Настю, нашего организатора в нашем отеле. В итоге у нас произошел такой миссинг-дестендинг. Она уже приехала, а мы сейчас бегом-бегом-бегом приехали. И она уже где-то ходит, смотрит. Сейчас мы ее встретим и пойдем смотреть, что нам тут готовы предложить. Но выглядит прям так, как будто бы что-то такое заброшенное, но при всем при этом супер облагороженное. Прям очень круто. Такой шикарный вид. Так, нам сказали, что здесь есть, судя по всему, вот здесь суши-ресторан. Вот с таким вот видом. Вот так это выглядит. Так, вот здесь по воскресеньям нам сказали, что барбекю. А тут сразу йога-студия. Ой, выглядит классно. Сейчас нам будут показывать первую комнату. Нам сказали, что в целом все комнаты плюс-минус одинаковые. Единственное только view. Есть на garden, есть на си и так далее. Стас в восторге, судя по всему, остался. Что заценишь? Мне только нарухое лицо. Иди посмотреть. Вот как, кажется, сейчас. Вау! У каждой виллы есть свой бассейн. Именно поэтому людей вообще в отеле не видно. И в целом-то понятно, почему. И нам сказали, что сейчас загружено 60% отеля. Но мы видели только одного человека. Вот пока сейчас ходим. Здесь, кстати, есть вот такой вот колокольчик, к которому можно позвонить. А, инсайд. А, понятно, прикольно. Мы доехали до пич-клаба. Ехали мы, кстати, ну, на баге минуты две, наверное. Так что пешком тут прям достаточно далековато. Ну, либо пока дойдешь, уже вспотеешь. Вот так это выглядит. Красиво. Так, мы сейчас приехали, судя по всему, на последнюю локацию. Это еще одна вилла. Нас встречают и говорят тут на русском, что в целом удобно. Выглядит это вот так. Вот все здесь подстрижено. Красивенько. И мы идем сейчас вовнутрь. Буду вам все показывать. Так, нам сейчас показывают комнату посуды. Вот, каждое блюдо дают разную посуду, потому что повар здесь работает очень-очень много. Поэтому выглядит прям топово. Пойдем с вами, давайте мы вам покажем. Вот, и наш винный погреб и значок Дон Периньон. Опа, приветик, это Феррари, мне 17 лет. Как это мило. А мы сейчас идем смотреть Дон Периньон, судя по всему. Видите, эта вилла является амбассадором Дон Периньона. И вот такой вот самый большой винный погреб в Турции, да? Офигеть. На самом большом наименовании министральных позиций. Честно, я в шоке, потому что мы вообще не ставили на эту виллу. Она у нас была в подборке, и мы вообще про нее забыли. И сегодня просто они поехали в один отель, потому что до него ехать было полтора часа. И решили приехать сюда. Я в шоке. Мне капец здесь как нравится. Я такая между делом влетаю в это видео, чтобы сказать, что у нас сегодня было пустое практику. Но и девчонки. Ну а в целом все остальное вы увидите в этом видео, все будет более подробно. Просто времени совсем не было, чтобы даже записать вступительное слово. Но сегодня круто. Да? Очень круто. Я пришла на практику в очень сильном выгорании, как месячное выгорание у меня было. Я пришла на практику в супер развитие. Я такой никогда не была. У меня произошло выгорание в работе. Я пыталась приехать в другую страну. Потеряла все деньги, себя, работу. В общем, был полный граждан. Мне когда было заниматься там собой, я занималась учебой, занимаюсь как и все деньги. Хотела вернуть жизненную энергию не при себя. Только огонек, который был. У меня был запрос именно про состояние, потому что я настолько от какой-то ситуации могла взорваться, просто в ярости пребывать. Окружение меня вытащило, из этого я начала снова снимать, начала развиваться. И тебе спасибо за то, что ты создаешь вообще вот реально такую атмосферу девчонок. Я очень много прошла курсов, просто, я не знаю, мне кажется, штук, наверное, 15-20. Единицы курсов, где действительно классные люди, которые поддерживают. Ты не боишься задавать вопросы, ты не боишься показаться в Google. Была невероятная поддержка на курсе, всегда все оперативно. И твоя вовлеченность, отсутствие воды, вот что очень ценно. То есть кратко, по факту, все понятно. Ты настолько круто доносишь информацию. Я для тебя, я поверила, что все реально в жизненной части, да, потому что вечно вот эти установки, что там хочу полететь, не полечу. Но ты живое доказательство того, что все возможно. И он меня очень спас. Я просто поверила в себя и сейчас нахожусь в своем лучшем состоянии. Я прям хочу зреться в этой части, как в первом звании. Вместе с девчонками, вместе с собой. Это очень круто, потому что сейчас, я не знаю, я радуюсь, как, ну, я ничего. Все вообще, что происходит в жизни. И благодаря практику я начала отслеживать свое состояние. И вот, допустим, находясь молодым человеком, я понимаю, от чего я раздражаюсь. Я такая, стоп, почему? Я начала отслеживать, начала понимать, почему это происходит. И мне стало вообще спокойно и хорошо. Любите все вокруг, в первую очередь себя. Если вы себя любите, то и окружение, и все вокруг вас будет любить. И то, как вы видите мир, мир будет вам это отражать. Ты собрала так много важной и ценной информации в этом курсе, в этом практикуме. Ты собрала все то, что нужно для действительно поднятия своего состояния. И это действительно рабочие инструменты, это так помогает. Благодаря твоему курсу, благодаря практикуму я как-то заземлилась. И каждый день я делала практики, каждый день я делала медитации. Я просыпалась каждый день с прекрасным настроением, хотя там месяц назад, два месяца назад я просто просыпалась. Как жить этот день? Как жить эту жизнь? Что вообще делать? Это невероятный продукт. Это просто он меняет. Я была у Кати на первом потоке, на ВИП-тарифе. Я шла без какого-то запроса к Кате. И знаете, я хочу сказать, что этот тариф, он стоит в 10 раз дороже. То, как Катя отдается на этом тарифе, то сколько энергии она в каждую девочку вкладывается. Катя, спасибо тебе большое за твою энергию. Здесь заподозрен один мужчина, который очень похож на моего мужа. Как вы? Всем привет, это влог Кати. Мы в Джакарте, это будет самый несвязанный влог. В этом влоге вы узнаете, на каком такси мы поедем, чем мы завтракаем и какие луки Катя одевает каждый день. Ага, супер, сними мой лук. 500 рублей и прыгаешь вот сюда. Итак, завтра у нас собеседование на американскую визу. Я, если честно, немножечко переживаю. Ты как? Я вообще не ездил. Блин, я пятый раз. Для тех, кто не в курсе, у Стаса 4 отказа. Я чуть попозже более подробно расскажу, как мы будем подаваться, какие у Стаса были отказы, где и так далее. Но, возможно, те, кто меня смотрят как минимум год-полтора, знают, что полтора года назад мы тоже подавались в Индонезии. Но мы подавались в Зурабай. Сейчас мы в Джакарте. И сегодня мы решили сходить в Индонезийский банк и попробовать... Знаешь, почему он открывает шлагбанк? Стас называет себя машиной, ему нужно парковочное место. В общем, мы сегодня решили сходить в Индонезийский банк и попробовать открыть дебетовые карты. Поэтому сейчас посмотрим, дадут нам, не дадут. Друзья наши сказали, что открывают быстро. Но, правда, иногда спрашивают документ о том, что мы здесь живем. Но мы прилетели вообще сюда буквально на неделю. Поэтому посмотрим. Самим, на самом деле, очень интересно. Так что let's go. Снимать я здесь боюсь. Точно так же, как и на Бали, чтобы не вырвали ничего. Поэтому буду снимать вам все то, что смогу. Удивительно то, что мы живем здесь в самом лучшем отеле в Джакарте. Называется он Парк Хаят. И он открылся буквально год назад. Он супер новый, супер чистый. Чтобы вы понимали, насколько он чистый, у нас каждое утро моют окна. Тем самым нас будят. Удивительно то, что ты выходишь из отеля, и у тебя вот так нет ни дорог, ни улиц, ни тротуаров. Вообще ничего. Машина по тротуарам. Машина вот одна едет у меня в Хариде. Поэтому, возможно, просто локация этого отеля не в самом центре Джакарты. Но, если честно, мы здесь уже пятый день. И делать здесь абсолютно нечего. Все достопримечательности, которые здесь есть, находятся рядом с нашим отелем. Мы их посмотрели в первый день. Но так забавно вышло, что мы буквально пальцем внули в этот отель. И оказалось, что посольство находится буквально в двух минутах пешком от нашего отеля, что очень удобно. Шли мы, значит, шли, шли, шли. Пришли в банк, который нам посоветовали. Они сказали, что у них сейчас новые правила. И помимо паспорта нужно иметь китэс, либо пермит на то, что ты здесь живешь. Поэтому в одном банке нам не открыли. Но мы сейчас идем вот в этот спросим, вот в этот. Возможно, нам откроют в каком-то другом банке только с паспортом. Ну что? Говорят, вроде как, окей. Можно? На улице, конечно же, Ришка. Чтобы вы понимали, я укладывала волосы полчаса, чтобы завернуть ее в гулю, потому что очень жарко, невыносимо. Духота, влажность. Итак, подводим итог, что открыть карту в Индонезии без китэса невозможно. Вот мы были вот в этом банке. Еще были в Перматабанк. Тут вон, конечно, еще какой-то один есть. Но есть ощущение, что там тоже нельзя. Так что, если вы вдруг заходите, то сейчас уже такие правила, как раньше, не работают. Так, друзья, сейчас будет экскурсия по нашему номеру. Мы заехали в парк Хаят. Я уже говорила, что он открылся в прошлом году. То есть ему всего год. Отель суперновый, очень классный. В нем есть абсолютно все. То есть у нас есть спа, у нас есть бассейн. Причем бассейн находится наверху. Но он как бы сам по себе закрытый. Но лежаки отдельно можно как бы именно загорать. Я как раз таки сейчас пойду, покажу вам, какая там зона. Также есть спортзал, очень крутой. Ну и, соответственно, сам номер сейчас покажу. Потому что мы уже заехали, тут разместились. Поэтому здесь не супер чисто. Но в любом случае покажу, как мы с вами живем. Итак, мы с вами заходим. Сразу же гардеробная. Здесь вот такое вот большое зеркало в полный рост. Но мы не знали, сколько мы здесь будем. Поэтому у нас тут все так раскиданно и разбросано. Но сегодня как раз таки будут прибираться. Дальше мы с вами идем. Здесь вот такой вот большой коридор. Я хочу сказать, что вот меня, например, немножечко вот эти черные стены смущают. Потому что все время кажется, что ты в темноте. Плюс ты когда выходишь из лифта, там тоже сразу вот так вот две черные стены. И тебе хочется сразу там повернуть налево или направо. А у тебя стена. Поэтому тоже здесь нужно быть с этим аккуратным. Так, здесь еще у нас одно большое зеркало в полный рост. Здесь у нас туалет. Вы вот так вот ходите. И он открывается. Плюс у него очень удобная функциональная вот такая вот штука. Здесь можно нажать, например, вот так. И все. Готово. Всем здорова. Так. Очень поздравляет мне в блок. Обзор на туалет. А вы такое видели? Так, идем дальше. Здесь у нас вот такая вот большая душевая. Опять-таки, когда она была закрыта, мы приехали, было темно. И было вообще непонятно. Казалось, что она небольшая. Вот ты открываешь здесь день и душевая прям, ну, огромная. Такой душ, такой душ. В общем, все здесь есть. Раковина и еще одно большое зеркало. Всякие там принадлежности. И с этой стороны, напротив, здесь все то же самое. Только помимо душевой здесь есть еще ванная. Которую, я надеюсь, сегодня как раз-таки примет. Ну, мы с вами проходим дальше и оказываемся в комнате. Наша кровать. Здесь вот такое вот кресло, где можно сидеть. Телевизор. На нем как раз-таки есть меню, можно заказывать. Мы очень часто это делаем. И вот такой вот обзор на Джакарту. Мы живем на 35-м этаже. На 32-м. А, на 32-м. Мы живем на 32-м. Спустя 6 дней. Виден город. И, кстати, сейчас вроде бы как сезон дождей. Но в целом погода достаточно хорошая. Иногда бывают дожди. Фишка, я не знаю, этого отеля, то ли мы так попали. У нас вот на протяжении 5 дней каждое утро очистили вот эти вот окна. Мы просыпались из-за того, что вот эти вот каскадеры, их веревка все время била в окно. И мы от этого постоянно просыпались. Каскадеры. А они экскадеры? Спайдер-мен они, да. А на 100, а как они? Ну, просто скалолазы. Ну, окей, скалолазы. Вот. Как вы видите, окна чистые. Вот серьезно, они их мыли каждый раз, когда проходил дождь. Вот вчера дождя вечером не было, сегодня с утра тоже. Соответственно, они их мыли. Вот здесь вот такое вот удобное кресло. Все такое, знаете, прям супер стильное, эстетичное, минималистическое. В общем, отелю ставлю 10 из 10. Хотя, хотя, я бы сняла полбала или балл за то, что когда ты подъезжаешь к отелю, все здесь такая красивая территория, все супер, все классно. Но как только ты выходишь, у тебя сразу вот такое вот все раздолбанное, разваленное, абсолютно ничего нету. Грязные улицы, тротуаров вообще никаких, никаких магазинов. И мы, кстати, обратили внимание на то, что здесь есть два больших торговых центра, где есть и масс-маркет, и лакшери бренды. И вот там, там как раз-таки есть и улицы, где можно пройтись, погулять, и в целом достаточно такая большая бешеходная зона. И как показалось, что непосредственно наш отель, он находится немножечко не в центре. То есть такое ощущение, как будто бы вот до самого центра еще минут 10, наверное, от нас, как раз-таки, где находятся другие отели. Но рядом с нами находится монумент, который является достопримечательностью Джакаты. Как раз-таки мы в первый день сами сходили, посмотрели, делать там особо нечего, просто монумент, просто сходили, просто посмотрели. Набрали разные достопримечательностей. Первый из них монумент, на котором мы были. Потом есть там аквапартии, зоопартии, храмы, еще что-то. О, ой. Здравствуйте. Здравствуйте, Казахстан. Да. Это для вас, потому что мы обманулись для всех. Спасибо. Да, спасибо. Добро пожаловать, мистер Казахстан. Спасибо. Спасибо. Знаешь, что это? Что? Это я вчера на них набрал, то, что типа они нас будят постоянно этими чуваками. А. Да, и они, видимо, решили... Давайте смотреть. Надеюсь, там бабки. Каждое утро нас будили, и вот они сейчас пришли, сказали, we apologize. Ой, смотрите, здесь конфетки. Как мило. Не похоже, правда, на полторы тысячи долларов. Да, статс. Друзья, если вы вдруг были в Джекарте, куда-то сходили, оставьте, пожалуйста, в комментариях какие-то классные места, что сходить, что посмотреть. Потому что мы сюда приехали за визой. Особо времени на то, чтобы гулять и смотреть город у нас все равно не было. Но по ощущениям, вот по таким, по собственным, как будто бы достаточно скучно. Подписчица, которая, кстати, мне написала, сказала, что одно здесь из развлечений – это рестораны. И скинула мне где-то, наверное, 5-6 ресторанов, куда можно сходить. Вот. Так что как-то так. Пишите, кстати, как вам наш номер. И сколько мы заплатили за этот номер? Полтора косаря. За? 6 ночей. За 5 ночей. За 5 ночей. Так, не обращаем внимания на мой внешний вид. Я пришла загорать, поэтому могу выглядеть вот так. Хотела вам снять бассейн и территорию, но здесь сегодня какая-то пульса. Какой-то инструктор что-то объясняет девушкам. Выглядит это все примерно вот так. Но в любом случае сейчас вам все покажу, какая здесь территория и что вообще есть. Так, здесь вот есть такие лежаки. И как вы видите, все это под открытым небом на 35 этаже. Можно посидеть. Кстати, всегда приносят велкам дринг. Вчера принесли какой-то лимонад. Он был максимально противный, но все равно приятно. А, смотрите. Лацетан. Это у Лацетана сегодня здесь какая-то, видимо, презентация. Прикольно. Лежаки. И видите, сам бассейн, он как бы закрыт. Что тоже очень удобно. Девчонки сейчас фотографируются, видимо, будут плавать. Классно. Слушайте, везде попадаю на какие-то фэшн-тусовки, фэшн-мероприятия. Там, кстати, девушка какая-то, вон, вся русская, судя по всему. Там тоже есть лежаки. Все это можно наблюдать. Вот с таким шикарным видом. Вот тот самый велкам дринг, про который я говорила. Вчера он был желтый. Сегодня вот такой вот цвет и фиалки. Сейчас попробуем, посмотрим, как это. Вчера было не очень, если честно. Слушайте, сегодня намного лучше. Сегодня это что-то приятное. Вчера это было что-то кислое. С каким-то горьким вкусом. Что хочу сказать? Что сейчас 4 часа у нас. Я могу сказать, что даже если я уберу вот этот вот навес, то все равно здесь солнышко уже не будет, потому что оно как бы загорать здесь стоит с утра до обеда, скорее всего. Но у меня нет на самом деле такой главной причины загореть. Я просто вышла полежать, отдохнуть. В целом это все. Потому что я, если честно, не отдыхала уже с февраля месяца. Поэтому для меня это прям роспошество. Ничего ничего не делала. Потому что, несмотря на это, я сейчас вам снимаю в окна и гибель. Кстати, мне кажется, единственный минус в Азии, по крайней мере для меня, возможно, это не минус, это то, что здесь очень рано темнеет. То есть уже где-то в 6.30, в 7 вечера очень темно, даже несмотря на то, что это лето. Поэтому я иду вам показывать невероятно красивый закат. Здесь вот такие вот диванчики у нас еще. И, как я и говорила, солнце находится на этой стороне, поэтому там, где я лежала, его уже практически не было. А, судя по всему, вот здесь вот есть джакузи. Доброе утро, друзья! У нас сегодня солнце, погода замечательная. Время 9 утра. Мы сегодня, как раз-таки, мне кажется, наконец-таки перестроились. И сегодня мы уезжаем, улетаем. Сегодня я расскажу вам, как прошло наше собеседование. Мы с вами съездим, заберем наши паспорта, покажу вам наши визы. И сейчас мы с вами пойдем завтракать, покажу, какой у нас шикарный завтрак в отеле. И в целом-то вот такой вот план на день. Доброе утро! Доброе утро! Ну что, ты веришь, что тебе дали визу? Я вот не верила, пока первый раз не прилетела в Америку. Ну, не было, в общем-то, у меня такого ощущения. Блин! Это такая ржак, я тебе сейчас покажу. Короче, друзья, посмотрите, как меня уродует лифт. Это просто трэш. Блин, мы с тобой какие-то... Блин, ты динозавр! Блин, ну как можно сделать такое ужасное зеркало в лифте? Это просто трэш. Мне кажется, мы сегодня на завтрак придем первые, потому что обычно мы вставали в 10 утра, завтрак был до 10.30, и мы просто в 10.25 бежали, и вообще не было аппетита. Сегодня первый день, когда я встала в 7.40 без будильника. Я сейчас уже хочу кушать. И нам пора возвращаться домой. Надеюсь, перестройка дома будет намного проще. Сейчас мы узнаем, до скольки чекаут, потому что мы хотим съездить за паспортами, потом вернуться, дособирать вещи и уже поехать в аэропорт. До скольки? А, до 12. Ну, в целом, как и везде. Я думаю, мы успеем. Нам ехать до туда примерно полчаса, пока мы там все заберем. Обратно полчаса, переоденемся, и все. Вот так выглядит зона, где можно позавтракать. И посмотрите, какой выбор. Во-первых, фруктики. Сегодня закончилась моя папайя. Представляете, 9 утра, и уже закончилась папайя. Ну, ладно, сейчас спросим. Супер такой европейский завтрак. Есть рыба, всякие колбаски, овощи. Вот там есть даже разные сыры. Вот так вот это все выглядит. А здесь просто рай. Вот, друзья, если хотите набрать, можете каждый день завтракать вот этим. Тут что-то супер азиатское. Я, если честно, не ела. Тут какие-то супы. Здесь у нас хлопья, йогурт, ну, всякие добавки. Вот. Ну, у Стаса, как обычно, American breakfast. Так вот это выглядит. Все, сейчас будем заказывать и завтракать. Мы сейчас едем забирать американские визы, наши паспорта. И я решила рассказать, как прошло наше собеседование, потому что в день собеседования я вообще ничего не снимала, потому что я в любом случае, не знаю, как Стас, но я нервничала. Потому что, как бы, когда у человека 4 отказа, есть причина на то, чтобы нервничать. Но в любом случае, как вы уже поняли, визу мы получили. И сейчас расскажу, как вообще все прошло, какие вопросы задавали, как сейчас можно получить визу, где ее можно получить. И, в общем, все, что касается американских виз. Начнем, наверное, с самого начала. Это то, что мы подавались не на туристическую визу B1, B2, а мы подавались на визу O1 и визу O3. Я уже в своем телеграм-канале писала, что эти визы значат. Если вы вдруг не подписаны, обязательно подпишитесь. Ссылка будет в описании. В общем, вкратце, виза O1 дается людям с Extraordinary Abilities. Это люди, категории музыканты, актеры, певицы, модели, блогеры, инфлюенсеры и так далее. И чтобы получить эту визу, вам необходимо сначала найти пенсионера, который будет выступать за вас, вашим пенсионером. Соответственно, его нужно найти в Америке. Моим пенсионером является мое модельное Анисо в Лос-Анджелесе, с которым я подписалась в январе месяце. И после того, как мы подписались, мы начали собирать документы на мою визу. И чтобы податься непосредственно на эту визу в посольстве, нужно сначала получить петицию. В интернете можете почитать, но там есть большое перечень документов, которые вам нужно собрать, чтобы эту петицию одобрили. И, насколько мне известно, нужно закрыть минимум 3 из 10 пунктов. То есть, я собирала как минимум 50 публикаций. Это публикации в журналах, в лукбуках, в каталогах. В общем, те публикации, которые я сделала за последние 3 года. Также статьи в СМИ. Все, что написано обо мне в СМИ, видео на Ютубе и так далее. Также рекомендательные письма от различных агентств. То есть, непосредственно от моих модельных агентств в Европе, в Азии, в общем, где угодно. И еще очень-очень много всего. Это заняло примерно где-то, наверное, полтора месяца. И после этого этот пакет документов подает юрист непосредственно в Америке. Он знает, как там это все делается. И тут есть 2 случая рассмотрения вашей петиции, вашего пакета документов, вашего кейса. Это в обычном порядке и в ускоренном порядке. Если честно, я не помню, сколько это стоит в обычном порядке, но в ускоренном порядке это сейчас стоит примерно 7 тысяч долларов. И рассматривают ваш кейс примерно до месяца. Мы рассмотрели за, по-моему, 7 или 10 рабочих дней, что вообще максимально очень быстро. И после этого вам приходит ваша петиция. Это подтверждение уже непосредственно в Америке, потому что ваш кейс подается там, что вы можете работать в Америке. И когда приходит ваша петиция, вы точно так же все по шаблону, заполняете анкету DS-160, как на туристическую визу, только вы указываете другой тип визы, выбираете место и время собеседования и, соответственно, идете в посольство. Ваша петиция это уже, грубо говоря, практически 100% гарант того, что вашу визу одобрили, вам нужно только, ну, так же, грубо говоря, вкратце пройти собеседование, чтобы вам ее вклеили. В любом случае, гарант не гарант, всякие бывают моменты, но у меня не было ни одной девочки знакомой, у кого была петиция, и ей бы не дали визу О1. После этого мы, значит, собрали все документы, я получила петицию, мы начали искать агентство, с которым мы можем податься на визу, потому что у Стаса получается виза О3, а в категории визы О есть три визы. О1, это то, что я уже сказала, О2, это виза, которая дается агентам-менеджерам людей с визой О1, а О3 это виза супруга, которая дается непосредственно супругу человека с визой О1. Соответственно, мы подавали Стасу на О3 как супруга, и эта виза не является рабочей, то есть моя виза является рабочей, его виза не является рабочей. Я очень долго искала агентство, чтобы найти тех людей, кто вообще когда-либо делал визу О1 и О3, именно проконсультировать, то есть по факту агентство, с которым мы взаимодействовали, они заполняли нам анкеты, записывали на собеседование и все, то есть это такой же процесс как на туристическую визу, но нам нужна была консультация, потому что у Стаса было 4 отказа, и у нас было 3 исхода вариантов событий, это то, что нам дадут обоим, это то, что Стасу откажут, и это то, что мне могут отказать из-за Стаса, потому что у него было 4 отказа, вот, и здесь было важно, чтобы люди, с которыми мы работаем, вообще понимали, могли проконсультировать, сказать нам, как, на какие вопросы отвечать и так далее. И, в общем, мы нашли агентство, начали оформлять все документы и встал вопрос о том, где же можно податься на визы, и получается, что первый вариант, который они нам предложили, это была Мальта, и также еще такая пометочка, что когда вы подаетесь на визу у 1, то у вас открывается другой календарь, и вам не нужно вставать в общую очередь на собеседование туристических виз. То есть, по факту, я могла бы записаться сразу, там, на следующей неделе, через пару дней, вообще, в любую страну, там, в Казахстан, в Армению, но нам сказали, что в Казахстане сейчас очень часто отказывают, и поэтому сначала предложили нам Мальту, и мы такие, типа, о, классно, все, сейчас делаем Шенген, полетим на Мальту, но на Мальте был единственный минус, это то, что Мальта является единственной страной, где все типы виз, вне зависимости, какой у вас тип виз, вы встаете в общую очередь, и ближайшая запись на собеседование на тот момент, когда мы записывались, была на октябрь, то есть, петицию я получила в мае, а запись была бы только на октябрь, и пришлось бы ждать на протяжении там практически на полгода, и, соответственно, от Мальты мы отказались, и следующий вариант, который нам предложили, это была Джакарта и Сербия, Сербия, на самом деле, очень удобный вариант, потому что из Москвы есть прямой рейс, лететь всего 3 часа, не нужен Шенген, и, казалось бы, вообще максимально удобно, но там тоже нам сказали, что в целом в Сербии вроде бы неплохо дают, но из-за того, что у нас не самый простой кейс, у Стаса, то Сербию бы они не стали рассматривать, и предложили нам Джакарту. Я сначала так немножечко побоялась, потому что последний отказ у Стаса был тоже в Индонезии. Полтора года назад, если вы смотрели мой блог с Бали, мы летали в Сурабае подаваться Стасу на туристическую визу, а я продлевала свою рабочую, в тот момент ему отказали, и мы боялись, что, так как последний отказ был в Индонезии, они могут сказать, что, типа, почему у вас здесь был последний отказ, но раз здесь был, тогда мы вам, типа, тоже не дадим. Вот, но потом агентство, с которым мы делали, сказали, что в Джакарте действительно сейчас очень хорошо дают, и Джакарта отличается от Сурабае, плюс я еще задала подписчикам в Инстаграме вопрос о том, где они последний раз подавали за последние полгода, и 90% сказали, что подавались в Джакарте, и практически все сказали, что мы им одобрили, и потом я еще узнала о том, что в Джакарте какие-то квоты, и именно поэтому очень большой процент одобрения. В итоге мы выбрали Джакарту, прилетели, и пришли в посольство на собеседование, и я могу точно сказать, что посольство в Сурабае и в Джакарте очень сильно отличается, потому что в Сурабае был всего один консул, ты сидел в общей очереди, все было очень долго, и ты вот так вот ухом слышал все, что задают предыдущим людям, и когда у тебя один консул, а в день проходит большое количество людей, конечно же и консул устает, и мне кажется в целом отказов много, и в Сурабае было очень много европейцев, именно русских, а местных было очень мало, здесь же было все наоборот, здесь было очень много местных, европейцев было очень мало, вот пока мы ждали нашу очередь, наше собеседование, были только мы и еще одна семья русская, и все, все остальные были местные, было 4 консула, было все максимально быстро, даже несмотря на то, что у нас было самое крайнее время на собеседование, то есть оно последнее, а вообще говорят, что лучше подаваться рано утром, потому что консул еще там не уставший и так далее, но я не знаю, верить в это или нет, но в любом случае мы провели в посольстве всего час, вот с момента, когда мы встали в очередь на улице, пока зашли, сдали отпечатки пальцев, документы, собеседование, вышли, прошел час, и мне кажется, все это очень быстро, ну и в целом, давайте, наверное, быстренько пройдемся по тому, какие вопросы нам задавали, сначала, конечно же, спрашивали меня, потому что, как бы, я, скажем, основной заявитель, подачек, или, как сказать, на визу, потому что у меня рабочая виза, первый вопрос, сначала, который нам задали, в каком мы статусе находимся, я сказала, что мы женаты, потом меня спросили, кем я работаю, с каким агентством я работаю, были ли у меня до этого визы, с каким агентством у меня были до этого визы, спросили, когда я последний раз была в Америке, также спросили, когда я последний раз продавалась на визу, и вот здесь у них была небольшая такая несостыковка, потому что последний раз продлевала я визу как раз-таки в Сурабае, полтора года назад, в феврале месяце, и она у меня действовала до октября, а последний раз, когда я была в Америке, это было два с половиной года назад, то есть последнюю визу, которую я продлила, я ее не использовала, я не прилетела в Америку, и они вот как раз-таки типа не поняли, я просто сказала, что да, я продлила, но я не летала, они сказали окей. Кстати, в этот раз не спрашивали, с какими клиентами я работала, потому что обычно спрашивают, даже фотографии иногда спрашивают, именно поэтому я их с собой взяла, в этот раз в целом, мне кажется, ко мне больше вопросов особо никаких не было, потом начали спрашивать Стаса, чем он занимается, с какого года он работает в своей компании, чем занимается непосредственно компания. Про женить мы начали спрашивать. Да, и вот потом у них возник единственный вопрос, они спросили, сколько мы вместе, мы сказали, что практически три года, и они спросили, сколько мы женаты, Я сказала, что с ноября месяца они спросили, есть ли у нас как раз-таки документ о том, что мы женаты. Я им дала свидетельство о браке. И если вы знаете, то свидетельство о браке в России, оно розовое. И когда ты его копируешь, печатаешь, оно максимально черное. Я здесь прикреплю фотографию, как оно выглядело. И она очень долго всматривалась, она пыталась прочитать, что там написано. И я не знаю, как так получилось, почему я не обратила на это внимание. Но я сейчас скажу, просто у нас был переведен сертификат свидетельства о браке на английский язык, и он был нормальный. Но ей нужно было именно на русском. То есть она даже сертификат на английском не стала смотреть. Она смотрела сертификат на русском, и там еще на сертификате есть QR-код. Она пыталась его отсканировать, у нее не получилось. Она несколько раз спросила, есть ли у нас другая копия. Спросила, нет ли у нас оригинала. Мы стояли такие, типа, в шоке. Мы говорили, sorry, sorry, нету. И последний вопрос, который она задала, она спросила, почему в прошлом году, в феврале, когда мы подавались, почему мы не подавались вместе. На что я сказала, что на тот момент мы не были расписаны, и, соответственно, Стас не мог податься со мной на визу О3, и он подавался на туристическую, а я подавалась на рабочую. И после этого она сказала, your visa approved, thank you, bye. И мы такие, и все. Вот, в общем, как-то так мы сами, если честно, не то чтобы не ожидали, но все равно вот этот вот процесс и момент волнения был, потому что, блин, ну, кто знает, могли бы точно так же отказать, потому что были до этого отказы. Но теперь у нас есть визы, сейчас мы их заберем, и в скором времени вы увидите вместе с нами Америку, и будут новые влоги. Так что как-то так. Друзья, делитесь вашими историями получения американских виз, где получали, где не получали, где не получили. Что ты скажешь о своих впечатлениях? Поделись, пожалуйста. Что, мы в визе? Да. То у меня вообще есть сейчас дорога, потому что я буду прыгать, и я такой, типа, ну, окей, что у меня эмоции были после первого отказа, а не после второго. После третьего я такой, ну, окей, после четвертого мне вообще было ровно, и тут я понимала, что если у меня сейчас будет пятый, ну, типа, ничего нового, я не услышал. Да, но здесь же тебе отрувнули? Да, но мне кажется, ты помнишь, мы такие, типа, стояли, а ты еще раз... Ну да, но ты все равно улыбался, и такой, типа, это что, дали визу? Ну, да, я так далеко не заходил еще. Таких бы у меня не было, знаешь, такого. Но я, на самом деле, мне кажется, еще не осознанил. Мне кажется, когда я приеду в Штаты, я иногда уже, окей. Но будет, знаешь, что стремно? Если Штаты так себе. Я такой, 8 лет пытался получить визу, вот, в итоге получил, приезжаю, там... И тебе не понравится? Там, типа, рядом с Кейптауном, наверное, с тобой. Да, перестань. Посмотрим, так что, Америка. Вообще, знаете, как я сдал на эту визу? Как все получилось? Они говорят, типа, что у тебя было на завтрак? Я такой, американский завтрак. Ну, мне кажется, ты такой же, как и я. Я просто, когда первый раз получила американскую визу, я такая, ну, типа, окей, все получила. И уже почувствовала весь вкус Америки только тогда, когда туда прилетела и все это увидел. Поэтому, я думаю, что в любом случае тебе понравится. Да, мне все нравится. Я такой человек, как бы, непривередливый. Мне и в Сызре не нравится в целом. Лос-Анджелес, на Блаш-Нью-Йорке. Ну, блин, ну, согласись, что хотя бы один раз в жизни стоит побывать. Конечно. Очень тупо, когда у тебя есть какая-то заблокированная локация, которую тебе нельзя. И ты такой по всему миру путешествуешь, а сюда тебя не пустят. Все, люди будут. А сейчас у меня я прикол. И это хорошо. Можно весь мир посмотреть. Пошел. Вот так вот выглядит место, где нужно забирать визы. Ну что, заветный конверт? Да. Я вижу. Поздравляю. Вправо. Ну. Ну, на два. Я даю, да? Хочу вам еще немножечко показать наш отель. Он просто невероятно красивый. Как я уже говорила, супер новый. И людей здесь очень-очень мало. Поэтому, если вдруг окажетесь в Джакарте, я прям советую. Мы уже в аэропорту. Стоим на нашей Ким и вылетаем домой. Мы летим через Дубай. То есть у нас рейс Джакарта-Дубай, Дубай-Москва. Супер удобный. Лететь до Дубая всего 8 часов. Там 2,5 часа пересадка. И потом 5 часов до Москвы. И в 6 утра мы уже будем в Москве. Вот. Так что вот такое вот у нас приключение получилось. Вообще пишите, как вам, как вам влог, что больше всего понравилось. И, конечно же, не забывайте подписываться на канал, ставить пальцы вверх, оставлять комментарии. Ну и мы с вами увидимся. Ну и мы с вами увидимся уже в следующем влоге. Всем пока-пока.